Дорогие, привет! Привет, привет! Будем считать, что сегодня пятница. У нас наконец-то выглянуло солнышко, но холодно по-прежнему. Прям вот руки даже стынут. Свободное время у меня сейчас. Будем говорить, что обеденный перерыв. Пошла в центр занятости. Мне нужно взять справку о том, для своего будущего работодателя, так скажем, о том, что я не работала все это время. Ну, короче, там какая-то своя там система. У нас, оказывается, такая красивая лейка. Была бы гораздо красивее, если была бы зелень. Ее выложили плиткой. Да так красиво получилось! Если бы у нас стояли на ней лавочки, то это все было бы загажено. А здесь она просто пешеходная лейка. Хотя я слышала там от мамочек, так скажем, кто гуляет с колясками, кто-то бы хотел посидеть в тени деревьев именно на этой лейке. Но так как у нас даже мамочки не отличаются трезвым образом жизни. Ну, побухивают ноги, побухивают. Я неоднократно видела, идет с коляской и с бутылкой пива. Господи, какой у нас ветер! Как холодно! Вот сейчас минус один. Я уже буквально пришла. Вот, наверное, слышно ветер. Утром я вообще пошла в шапки. Утром прям зима-зима была. Солнышко выглянуло. Сейчас стало так повеселее гораздо. Завтра 1 мая демонстрация. Надеюсь, что больше холодов не будет. С завтрашнего дня уже температура плюс 8. Сейчас ноль. Ноль. Утром было минус 4, наверное. Сейчас покажу. Буду проходить мимо здания налоговой инспекции в нашем городе. Налоговая инспекция в городе у нас одна. Потом городской ЗАГС. Федеральное казначейство. Кто там еще? Ну, центр занятости. Это понятное дело, что я туда иду. А социально-культурный центр, он с другой стороны. Навряд ли мы его захватим. Так классно, что в обеденный перерыв, можно сказать, я, получается, решить какие-то свои дела. Я прям вот баловень судьбы. Прямо руки замерзли. Вот прям холодно. Мне кажется, у меня рука даже покраснела. Вот держала я телефон, она прям покраснела рука. Волосы забранные так. Сидела. А скоро майские праздники, а кто-то улетает отдыхать. Так классно. Я просто, я просто представляю, тут летит отдыхать, к морю. А я нет, вы представляете, я нет. Я здесь буду. Вот летом эту аллейку я так люблю. Здесь всегда такая тень приятная. Ну, сейчас, в данный момент, я очень рада солнышку. Ну, наконец-то у нас голубое небо, наконец-то. Просто несколько дней с подряд солнышко не выглядывало даже ни на миг. Серое такое беспросветное небо было. А сейчас очень круто. Не знаю, камера трясется, наверное. Иду достаточно быстро. Как вот эту дорогу перейти? Там был пешеходный переход. Да чё, Падим, можно же и здесь перейти, да? Сейчас я посмотрю сотрудников ГИБДД. Они у нас любители. Чтобы мой переход через дорогу платным не был. Блин, машин не было, откуда-то ни возьмись взяли. Вот так вот сказать про это. Пройди, да, 200 метров и будет светофор. Но мне нужно совершенно другое. Мне по-любому нужно перейти на другую сторону. Ну, вот куда они едут? Было бы хорошо перейти дорогу вообще, чтобы машин не было. Ну, вон там они установятся на светофор, вон там в той стороне. Вот сейчас после этой машины пойду. Блин. Ну, они правы, если они меня сшибут, они правы будут. Они 100% будут правы. Блядь, ну, тут просто нереально перейти. Ладно. Никто уже не притормозит. Ладно, пойду как цивилизованный человек. Вот, пожалуйста, я оттуда ушла. И прям очень даже хороший просвет. Можно проскочить было. Ой, солнышко. И за солнышко даже. Блядь, ну и ветер. Ну, вот здесь, типа, что, подъездные пути. Сейчас будут переходить дороги. Ну, и все. Пожалуйста, перешла. Вот сейчас же никого нет. Но мне... Какая серьезная собака. Да, он очень добрый. Да? Добрый, да? Ага, я вижу. Здоровается. Он говорит, что очень добрый. Еще чуть-чуть он бы меня съел. Я вообще пошла в другую сторону для того, чтобы вам показать вид. Тот вид, который открывается на старую часть города. Сейчас мы находимся выше уровня старой части города. Вот. Посмотрите. Вот там вдалеке церковь. Вон то здание зелено-белого цвета. Это ракетно-строительное какое-то учреждение. С шарами на крыше. Я не знаю, видно или нет. Но купола-то церкви по-любому видно. Вид волшебный. Не только вот эти вот сухостые, вот эти вот деревья неухоженные. Это, конечно, не очень-то хорошо. Вот такой вот вид. Ну все. Я уже практически дошла. Буквально осталось 100 метров, чтобы не идти, чтобы у меня камера не тряслась. Увеличивала, чтобы показать. Потом уже смотрю, у меня рожа на весь экран. Да-да, там знаю, многие скажут, да, у тебя и так на весь экран. Завидуйте молча. Самодостаточная женщина. Могу себе позволить покупать и есть столько, сколько хочу. Я независима от ваших там тупых стандартов. Вот. А вдалеке еще купола церкви синие. Видно или нет, я думаю. Я надеюсь, видно. У меня на данный момент, я вообще нихера не вижу, что снимаю. У меня на данный момент, я даже себя толком не вижу. Потому что солнышко, потому что слепит. Слава богу, на Урал пришла весна. Вот у нас гостиница, я не знаю, сколько, 3 звезды здесь или 4 камеи называется. Буквально километра через 2 еще гостиница одна есть. Топас называется. Мне кажется, это одна из крупных гостиниц города. У нас же город промышленный. У нас город промышленный и в принципе, как бы то ни было, у нас есть туризм даже. И много приезжает людей в деловые поездки. Ну вот. В одной из гостиниц останавливаются. А у некоторых предприятий есть прям квартиры купленные. Где они останавливают, где они размещают своих гостей, так скажем. Гостей, партнеров. Вот. Это здание налоговой инспекции. Вот там, где вывеска мотив. На первом этаже бизнес-центр в Петровском доме арендует помещение. А вот эти вот все 5 этажей, это налоговая инспекция. А вот это вот уже здание центра занятости и федерального казначейства. А, блин, самое-то главное я забыла. Здесь же еще находится городской ЗАГС. Вот на этих лестницах фотографируются общие фотографии. Это, как говорится, федеральное казначейство. Вот оно. Вот это городской ЗАГС. А центр занятости? Ну, это же на ступень ниже, вот туда спускаться нужно. Смотрите. Так. Управление федерального казначейства по Свердловской области. Отдел 31. А вот это отдел записи актов гражданского состояния. Города Камельского-Вальского. Вот так вот. Видно меня в двери, да? По-любому видно. Я не знаю, почему тут такой крутой спуск. Какие-то разъебанные ступеньки. Мне кажется, можно, блядь, покатиться с них. О, посмотрите. Ну, вот эти вот обгрызанные ступеньки. Во-первых, они какие-то маленькие. Нога даже не вступает в них пока там. Ну, вот они обгрызанные. Это вообще ладно, нет. Вот так вот. Раз. Оступилась, блядь. И покатилась. А я пошла в центр занятости. Ну, у нас ели-то понасажены везде, везде. У нас же такой город-то. Суровый, уральский. Так, там обед сейчас. Сейчас посмотрю, сколько время. Мне нужно в 13.30. А время в 13.25. Ну, вот. Подготовились к 1 маю. Эти клумбы побелили. Сяду на лавку маленько, посижу. Некрасиво же заходить в обед. Хотя я точно знаю, что вход центральный, он открыт. По той лишь причине, потому что я неоднократно приходила туда в обед. Вот видите, служба занятости. Красиво. Ну да, очень красивое здание. Я даже не знаю, когда оно построено. Мне кажется, оно построено в 90-е годы. Вот сейчас я себе нравлюсь в челме. Иногда не нравлюсь. Ирка мне сказала, что я, знаете, на кого похожа? Шахерезада Самсоновна. Шахерезада Самсоновна. Она меня один раз так назвала. Шахерезада Самсоновна. А потом сказала, что я царевна Будур. Что характерно, вот сейчас такая погода, отопление еще не отключили, но потому что холодно. Заходишь в любое помещение, либо в магазин, и если ты куртку не сняла, верхнюю одежду, то сразу же у тебя испариной покрывается спина. Сразу же становится жарко. Ну все, я пошла заходить. Сколько можно находиться. Пойду, что мне? Ветер, ветер, холодище такая. Блин, черт, а с два зайдешь. Закрыто. Откроют, наверное, ровно. Блин, башка, вот на солнышке стоишь, башка уже вспрела. Смотрите, место для курения. С ведерком, все такое путевое. Вот вышло, ветер подул, и стало невероятно холодно. Посмотрите, что у меня на голове запретено. Ну волосы расчесаны. Короче, буду ждать окончания обеда. Так, вот мне часы работы. О-о-о-о-о. Такие двери. Все чистенькое, такое хорошее. Солнышко, смотрите. Все, все. Все. Ровно открыли двери. Все, мои дорогие. Пока. Хороший день. ! Солнышко! Продолжение следует...